Добрый вечер. Это рубрика «Колонка главного редактора» в студии Дмитрий Нечаев. В одной из предыдущих колонок я уже обещал кратко рассказать об экономических прогнозах, о том, каким может быть сценарий выхода нашей экономики, в том числе региональной, из кризиса. Во многом спровоцированного, а точнее усугубленного пандемией коронавируса. Надо сказать, что в нынешней ситуации попытаться предугадать развитие событий, наверное, особенно важно, но в то же время и весьма сложно. Потому что ситуация эта уникальная, ничего подобного в мире не было. Нынешнюю ситуацию нельзя даже сравнивать с периодом Великой депрессии в США в 30-е годы прошлого века, ибо и причины, и ход развития событий, и конъюнктуры на мировых рынках – все это на этот раз совсем по-другому. Да вообще говоря, и что нам эти США? Они все глубже погружаются в противостояние с другим экономическим и политическим гигантом планетарного масштаба, с Китаем. И это будет впечатляющий поединок с труднопредсказуемым течением и финалом. Ну а для нас гораздо важнее, что ждет нас, россиян и в частности тверичан. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Первое. Рубль ощутимо упал к доллару, примерно на 10 рублей. Точнее сказать, невозможно, потому что график скачет в диапазоне от 70 до 80 с лишним рублей. Все экономисты, эксперты, которые в том числе были участниками наших программ, в один голос говорят, что возврата к прежним значениям 60-65 рублей за доллар уже не будет. Потому что много факторов работает против рубля. Это и падение цен на нефть, и уход иностранных инвесторов с российского рынка. Показатели прямых инвестиций зарубежных компаний просели в разы, по данным Центрального банка. Далее. Фиксируется общее падение спроса не только на нефть, но и вообще на сырье. Это и руды, и лес, и минералы, и так далее. И вот это привело как раз к существенному падению экспорта. Процентов это на 15 в сравнении с прошлогодними показателями. Конечно, всем понятно, что сильно упадут доходы российского бюджета. Например, доходы от добычи и продажи углеводородов составляют более половины внутреннего волового продукта. Это десятки миллиардов долларов. Цены на нефть и газ сильно просели до 20-30 долларов за баррель. И не стоит забывать, что это цены на бренд, а наша же российская марка Юрлс торгуется с существенным дисконтом к этому показателю. И сохраняющаяся здесь волатильность также не добавляет нам уверенности в будущем. Да и спрос на нефть упал намного больше, чем снизилась добыча по известному договору с ОПЕК. Катастрофическими могут стать последствия и для ряда сегментов мелкого, малого, среднего бизнеса и самозанятых в России. Уже сейчас значительная часть этого сектора сильно пострадала. А ведь только по официальным оценкам в нем задействовано около 8,5 миллионов человек. Однако, чего уж греха таить, каждый из нас знает, что такое так называемая гаражная экономика и самозанятые – это самый теневой сектор, в котором, наверное, как минимум в два раза больше тружеников. Да, они уклоняются от уплаты налогов, портят статистику, но чинят нам машины, шьют одежду, стригут волосы. И, наконец, это тоже люди, которые кормят свои семьи и хотят кушать сами. И большая часть этих людей, конечно же, тоже пострадает от пандемии и ее экономических последствий. То есть мы рискуем получить многомиллионную армию безработных, состоящую из активных, трудоспособных людей. И вот теперь о прогнозах. Стоит ли питать иллюзией насчет того, что с окончанием пандемии все восстановится? И если да, то с чего оно восстановится? Ну, во-первых, эпидемия продлится явно дольше, чем многие себе представляли с самого начала. Несмотря на то, что меры строгой самоизоляции постепенно снимаются, все чаще звучат предостережения, что сильно спешить не стоит, не нужно расхолаживаться, чтобы не накрыло второй волной, и не пришлось все снова закрывать. Ну и потом, Россия страна огромная, ситуация в регионах очень разная, так что, возможно, нас ждет волнообразный процесс миграции коронавирусной инфекции по российским регионам. Например, когда в Москве, скажем, наступит пик эпидемии, в каких-то регионах все только начнется. Ну а когда в Москве эпидемия пойдет к завершению, в регионах будет пик. Это все может затянуться аж до осени. Так что реально, в самом благоприятном варианте для россиян окончание эпидемии – это, наверное, середина июня. И то это будет лишь постепенное выползание из-под этой беды планетарного масштаба. Далее. Во-вторых, даже после окончания пандемии платежеспособный спрос восстановится явно немгновенным. Дай бог к концу этого года. А, как я уже говорил, значительная часть малых и средних предприятий вообще может разориться. Как считает федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, если карантин был бы месяц, то перезапустить экономику было бы еще несложно. А если два месяца, то потери достигнут уже 20-30% от бизнеса. Ну и так далее. А значит, бедность в и без того небогатой в массе-то своей России, похоже, увеличится. И те люди, которые раньше думали, что они жили плохо, поймут, что они жили хорошо. Ну а что делать простым людям? Да как обычно. Экономить деньги, стараться получить все возможные пособия, субсидии, предусмотренные государством на детей, для малого и среднего предпринимательства и так далее. Для этого нужно следить за нашими программами. Мы всегда оперативно сообщаем, что озвучивает правительство, какие предлагаются меры поддержки на федеральном и нашем тверском региональном уровнях. Конечно, не возбраняется искать все возможные варианты дополнительного заработка. Хотя с этим сейчас тоже непросто. Наконец, не терять время. Пока сидите на самоизоляции, заняться самообразованием, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Для обучения нужно выбирать позиции, которые будут востребованы даже при самоизоляции. Например, дистанционные виды деятельности. Да и ни в коем случае не влезать в долги, умереть свой потребительский пыл. Это, кстати, как говорится, и в мирное время пригодится. Еще больше нужно полюбить свои дачи. Тут двойной плюс. Во-первых, самоизоляция на лоне природы. Во-вторых, плоды собственного земледельческого труда явно будут не лишними к осени. Ну и главное, это, конечно, не падать духом. Вообще говоря, в Тверской области продолжали работу более 90% предприятий. Конечно, при строгом соблюдении на производствах санитарных норм. И, как сказал Тверской губернатор Игорь Руденя, важно понимать, что в этот непростой период экономика также должна работать. Ведь это занятость людей, рабочие места. Ну, то есть власть все понимает, и это уже хорошо. На сегодняшний день в реестре предпринимателей Тверской области состоит 47 800 субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 39 172 ранее получили допуск к работе в сложный период. А всего, как мы помним, в список системообразующих предприятий региона, которые продолжали работу, входит более 200 производств. Это компании из сферы деятельности машиностроения, металлообработки, легкой, лесной, медицинской, пищевой промышленности, полиграфической, стекольной, химической, производства стройматериалов, сельского хозяйства, туризма. Ну, а сегодня они дают порядка 40% регионального волового продукта. Таким образом, функционирование ключевых субъектов в регионе было сохранено, а значит и сохранены рабочие места. И все же без федеральных мер серьезной поддержки такой удар, который наносит экономике нынешняя пандемия, держать трудно. Несомненно, это сознают и на самом высоком уровне. На днях мы узнали, что президент России Путин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики. Вот это уже очень интересно. Я уже не раз говорил, что ресурсы в стране есть. Важно ими грамотно, с максимальной отдачей для всего нашего общества распорядиться. Может быть, как раз настал тот самый момент? Что ж, поживем, увидим. Точнее, мы покажем и расскажем, а вы все увидите и услышите. До встречи в эфире.